Патриотизм На высоком уровне Общественная палата, которая очень заботится об обществе Приравнивает к религиозным чувствам Пытается приравнять Предлагают ввести ответственность Административную за Преступления, за оскорбления Религиозных чувств и патриотических Чувств, ответственность там до полумиллиона Кажется, штраф Но сама идея Приравнять патриотизм к религии, как вам? Ну вообще это называется Принуждение к любви Если уж так сформулировать Жестко Потому что патриотизм Это чувство добровольное Это все равно Заставить кого-то любить Человека, который Действительно тебе близок С которым у тебя могут быть разные отношения А религия разве нет? А религия это вообще честное дело Каждого И мне кажется, что государство Не должно встать в позу поэльцеского Размахивать палочкой Куда и что и как И вообще религия не открылась сегодня И огромное количество лет И мы знаем, что По всем показаниям Религии тоже необходимо И Восстание против Бога И мы знаем, что весь Достоевский Из этого состоял И Какое-то богоборчество Такое постоянное И богостроительство Чем горький занимался И вообще огромное количество Тех дел Которые, по-моему, у наших неофитов Вообще в мозгу не отложились Им только кажется Что вот если Что-то скажешь Неправильное о Боге То Будет беда Но на самом деле Только те, которые Начали верить в Бога Они ужасно Обижаются За боженькую Потому что Он еще такой Слабый Хрупкий Хрупкий Как младенчик Вот только что родился у них В башке этот Бог И поэтому они Боятся обидеть А вообще Бог такой Сильный Вообще Мужик Патриотизм Уже то же самое Разменится Патриотизм Это совсем другое Мне кажется, что Бог Это про Смысл жизни И отношение к смерти И Вообще Метафизическое Понятие Патриотизм Понятие физическое То есть Ты видишь Государство Ты видишь страну И понимаешь Что Страну ты любишь А государство Ты можешь не любить А государство Говорит Так это и я страна Я страна Когда государство И страна В одном флаконе То и получается Вот это Принуждение к любви Но с другой стороны Смотрите Можно ведь Иначе Это все оценивать Патриотизм У каждого свой Как и религия Зачастую Есть разные конфессии Даже в рамках одной конфессии Есть разные взгляды Может быть в этом смысле Хотя бы Их приравнять друг к другу Патриотизм и религию Каждый имеет право Исповедовать свой патриотизм И не нужно лезть к человеку Который немного иначе думает И пытаться навязать ему Ту точку зрения Которая близка именно тебе То что вы сказали Это абсолютно правильно Могу подписаться Ну так что Все таки В какой-то части Получается Мы можем сравнивать Такие разные вещи Дело в том Все что связано С нашим эмоциональным миром Мы можем сравнивать И ничего плохого Это мне другое дело Сравнение И приводит к тождеству Взяли сравнили Оказалось что это разные вещи Вообще Игра в патриотизм Она очень опасная Потому что Это на самом деле Подготовка к войне И Когда мы Закаляем патриотизм Как закаляли ста То на самом деле Это Это военная подготовка Чтобы потом шли Умирать за родину За То ли теперь не стали На соответствии Чтобы все были готовы Мне кажется что В последнее время Вот в Кремле Свил свое гнездо Такой комплекс Герострата Вот То ли они стали стареть То ли Вообще Что-то у них Случилось Ну им Кажется Вот помните Тот немецкий летчик Который грохнул Весь самолет В Альпах Вместе со всеми пассажирами Ничем не виноватыми Он хотел уйти из жизни И грохнул Вот геростратовский комплекс Это чтобы Мир ушел вместе с тобой Разрушить все И Ведь Эта подготовка к войне Явная и неявная Которая На самом деле Просто Уникальна Для нашей истории Уникальна Вот Она никак Психологически Кроме геростратового комплекса Нельзя ее объяснить Слушайте Ну с другой стороны Если посмотреть на результаты Вот пожалуйста Да Недавний вопрос Левада центра По поводу военной угрозы Извне Все больше россиян считают Что нам угрожают Другие какие-то страны Чем больше будут смотреть телевизор Тем больше будут так думать А еще Как поставить вопрос Вообще Русская социология Это хромая наука Ну да Это тоже обсуждали А вот подобные Инициативы Которые рассматривают Сейчас в общественной палате Вот с этим патриотизмом Религиозными чувствами Как вы считаете Это осознанная вот такая вот Часть общей тенденции Геростратового комплекса Да Вот это вот Каких-то Тенденций В политике Властей Или же это просто так Случайно совпало Кто-то что-то сделал А мы просто уже Сами раскручиваем Потому что Видим Что это очень похоже На то К чему движется Наш мир Вообще Любой комплекс Он Не поддается Рационному анализу Это уже Подсознанка Да Вот Комплекс Герострат Это тоже Подсознанка Когда человек Хочет Уничтожиться Вместе со всеми Я помню Что когда Я был совсем маленький У меня в год Было 4 И у меня была Замечательная бабушка Анастасия Никандровна Прекрасная А у меня она Казалась старая И я все боялся Что она меня Убьет Потому что Она старая И скоро умрет А вот я буду дальше жить Такое было ощущение И вот Что-то похоже Я вижу Сейчас Среди Руководства Просто Не только самоуничтожение Но и уничтожение всего Ведь вот эти разрывы Болезненные Которые Идут сейчас Эти вызовы Европе Это вот Желание разрушить Европейский мир Досадить Америки Вмешаться В Ближний Восток Это же Вещи Которые Никогда не получат Положительные Оценки Ни у кого Они в конце концов Будут рассматриваться Как вот действительно Этот Геростратов Комплекс Но Сейчас Это же Анализируется Других Измерениях Мы сегодня С вами Говорим о религии О патриотизме Да нет Это На поверхности А там Внутри Может быть Это не обязательно Только один комплекс У человека Может быть Комплекс Комплекс Но Эти Мы никогда Комплексы Никогда Не Отфильтруем Во-первых Потому что Они скрытые Они Это все равно То же самое Как затронуть Сексуальную сферу Они связаны Отчасти с этим А с другой стороны Получается Что Мы говорим О комплексе Только одного Единственного Человека Потому что Все остальные Конечно Повязаны Именно Им И поэтому В данном случае Естественно Мы конечно Это разгадать Не можем Если бы у нас Было политбюро С комплексами Там можно было бы Изучить Это как социальное Явление А это биологическое Явление Такая Общественная палата В нее что Спустили Получается Эту идею Или у нее Тоже Эти комплексы Мы ее уже Давно спустили Вся общественная палата Ну просто Откуда Такие взгляды Берутся Это ведь Не просто Там Демистрат Президент Что ли Пишет бумажку Давайте Доведем До еще большего Абсурда И приравняем Патриотизм К религии Хотя бы Норме Административного Комплекса Или это кто-то Тоже болеет С теми же Комплексами Насколько Распространена Я думаю Что комплексы Заразительные И Вообще Идея Разрушения Она Очень человеческая Кроме того В ней есть В общем Форма такого Мочизма Через А Через О И Мочить И мочить Да Вот И Все тут Смешивается И вообще Когда человек Приходит Откуда-то Из военных Сфер А там В общем Чтобы победить Надо обмануть То есть Значит Все военные Врут Если говорить В высоком смысле Этого слова То Понимаете Когда Огромная Концентрация Силовиков Оказывается Наверху То естественно Совершенно Что Мы здесь Не поймем Где общественная Полната Где патриотизм Где религия Мне кажется Что в данном Случае Если прописать Какое-то лекарство От этой лжерии Всего Надо просто Сказать Что действительно Надо отсоединяться Вот как У нас религия По идее Отсоединена От государства То мы должны Отсоединиться От государства Только тогда У нас Возникнет Какое-то Такое Стороннее зрение Ну а каким образом Можно отсоединиться Мы все Входим в Государственные Какие-то учреждения Школы Больницы Мы все Ходили в такие же Учреждения В Советском Союзе Но огромное Количество людей Все интеллигенции В общем-то За исключением Продажные Отсоединились Вообще Это была Целая Большая Историческая Категория Которая В конечном счете Что-то сделала Интересное И значительное В конце 80-х То есть получается Отсоединиться Исключительно Ментально Физически Мы не можем Не взаимодействовать С этими государственными Структурами Мне кажется Что тут надо Разработать Эту систему Не обязательно Должна быть Внутренняя Миграция Это должно быть Сохранение Своей целостности Как личности Потому что Если мы Будем все время Оказываться На площадке На территории Тех людей Которые Страдают В горострадном Комплексе Мы то сами Будем разрушаться Нам все время Будет казаться А что мы скажем Насчет патриотизма А он ложен Это патриотизм А что мы скажем Насчет религии Да религия Совсем не об этом Это не религия А определенная Церковная политика Которая проводится Ну и так далее То есть Нас затягивают Понимаете В какие-то вещи Которые на самом деле Не являются реальностью Они фейковые такие А вы верите В эффективность Просветительства? Да Конечно Я верю Потому что И сам попробовал Заниматься просветительством На телевидении Вот у меня была Программа Апокриф В течение 12 лет И в общем Что-то работало Так работало Что ее запретили Так вот именно Видите Ну вот вы попытались Пойти против течения И все И в итоге Это течение Было перекрыто Ваше Все-таки 12 лет Это много Это серьезная Работа была Нет А потом Это не значит Что все Что ты делаешь В жизни Должно обернуться Успехом Это какая-то Позиция Американской Мечты Нет Ты можешь делать И в конце концов Все это рухнет Возьмите Кавку Он думал Что он будет Всемирно Известным писателем Когда он умирал Сказал Сожгите мои все книги Никто и не знал Вот Макс Брод Решил не сжигать И вот мы Вообще Стали Не только учениками Политическими Кавками Но просто Поняли Что есть Генерный писатель Совершенно Не надо Надеяться На все Успехи Мира Надо Просто Видимо Выработать То Что ближе Вашей личности Знаете У нас тут В СМСках Есть Вопрос Прям вот К истории Болезни Нашей Которую Мы здесь Пишем Война Поможет Выздороветь Нашему Обществу Это Виталий Авилов Спрашивает Вы знаете Дело в том Что Это Непростой Вопрос В истории Нашей Страны Была война Которая Действительно Чему-то Способствовала На этом Правда Много спекуляций Но вообще Если взять Об этом много Писал и Пастернак Писал и Кавейн В своей книге Последней О том Что Великая Отечественная Война Она Как бы Освежила Умы Потому что После Страшных Этих Несчастья Конца 30-х Годов Когда Уже Вранью Было Во всем И везде В общем Вот Бороться За страну Бороться За Родину Это В этом Было Что-то Важное А Если Война Несправедливая Если Она Имеет Черты Таких Имперских Притязаний То Ничего Она Не Принесет Кроме Окончального Разрушения Мозгов А Жажда Обновления Она Правда Бывает Стремление К войне Жажда Исцеления Я Совсем Мешают Мешают Нашей Духовности Сейчас Изображаем Как раз Представителей Западного Мира Вот Почему я Привела Вам Этот пример Потому что Они все Дикие А мы Такие Высокодуховные И опять Возвращаемся Мы К теме Веры И Патриотизм Нет Дело Тут Вот В чем Дело В том Что Достаточно Высокая Глубокая В общем Такая Разносторонняя Славянефинская Мысль Славянефилы Русские Действительно Считали Что Русское Сознание И Русская Ментальность Это Духовная И яркая И Во многом Они были Правы Поэтому Тут Надо Как бы Что называется Разделять А На самом Деле И они К этому Пришли Практически Все Это была Как бы Такая Это мечта Была Об этой Духовности Это была Духовность В абстрактном Измерении Которая Отразилась В наших Церковных Книгах В Каких-то Позициях Которые Были Зафиксированы В нашей Литературе И так Далее А реальность Совсем Была Другая Всегда И поэтому Все Солонофилы В конце Концов Разочаровывались Там И И Леонтьев И Розанов И Котков И вообще Все Да Просто Беда Была Какая-то Наши Сейчас Заразились Наши Правители Заразились Или делают Что Заразились Этими Лозунгами Об Абстрактной Духовности Потому что Если взять Реальное Положение Нашего Народа Духовность То Прямо Скажем Как-то Есть много Несоответствий И поэтому Это тоже Лапша на уши Ну да Вроде все такие Духовные А Библию Многие Даже И не читали Ну да Я вчера Прочитал Что 24% Нашего Неселения Даже не знает Что вокруг Чего Крутится Земля Вокруг Солнца Или Солнце Вокруг Земли Видимо Это Мне Интересно А как Вы считаете Вот там В этих Верхах В этих Элитах У них Есть Какая-то Единая Концепция Единая Доктрина Патриотическая Или же Вот эти Лозунги Вот эти Речевки Они оторваны Друг от друга И случайны Ну Я думаю Там наверное Есть три типа Людей Как я себе Представляю Там есть Маленькая Группа Романтиков Об этом Тоже Как-то Говорили Здесь Наехи Москвы Такие И Романтик И сам Начальник Тоже Романтик Такой Романтик Который Именно Имеет Представление Такому О духовности И Пройдя Многие Круги Своей жизни Он К этому Романтизму Пришел И в это Верит Самодержавие Православие Народности Ну Ну и в это Да Это кстати Удачный Лозунг Уварова Он работал Неплохо Какое-то Время Есть люди Которые Просто Приспособились Те люди Которые Вообще Ни во что Не верят Но понимают Что В общем-то Если они Уйдут Придут Ну уж Совсем Печерные Люди И есть Такие Перемешанные Которые Отступают Отступают И потом Проходят черту И начинают Верить В то Что Случается Я видел Всех Этих Трех Групп товарищей Все три Группы товарищей И надо сказать Что В основном СМЕ Гибридная Такая Группа Побеждает Но она Мне кажется Не очень Довольна Но Селенок У них И яиц Не хватит А не веруя В это все Можно как-то Туда наверх Попасть Да конечно Господи А советская власть Про что все Было После 20-х Годов Нет Я имею ввиду Даже не делая Яиц Нет На том Конечно Какие Нет Но там есть Протоколы Ритуалы Лицо надо все равно Как-то сохранять Да нет Лицо Надо не сохранять Но нам просто Есть протоколы Там не надо Переборщить Вообще На самом деле Достаточно Примитивно Господи Я вот Будучи из дипломатистской Семьи Насмотрелся На это все Многие годы И в общем-то Особенно Никакого Такого Акробатизма Не требуется Идиот Человек За это получает Блага Надо сказать Что Государственный ресурс Очень мощный ресурс Ты вдруг понимаешь Тебя знаете Как подняли Тебя крылья Ты куда-то летишь Ты ни за что Не платишь Тебя за тобой Все носится Тебя любят Облизывают Правда С другой стороны Ты можешь грохнуться Но зато У тебя полет Такой Вот действительно Люди мечтают летать А вот С государственным ресурсом Они просто Летят И все Получают Кучу удовольствия Они же не талантливые Они не журналисты Которые Ищут смысл Русской истории Они Они просто Потребители Которые Дорвались До полета И летят Себе С семьей С детишками Создается ощущение Что с годами Поскольку у нас Нынешний режим Довольно долго Уже держится Что с годами Эти романтики Или прагматики Все участники Этой большой элиты Они все Меньше боятся Упасть Все больше У них веры В то Что как раз Можно лететь Бесконечно Судя по количеству Полицейских В стране Я думаю Что они все таки Думают Что можно и упасть То есть Боязнь Обеспечивают Как раз Вот этот Парашют Или батут Я не знаю Батут Наверное Такой полицейский Нет Я думаю Что у них Вообще Страх их Глаза Очень большие Великие глаза Огромные Вопрос о доктрине Я сдавал еще Вот в каком свете В свете Патриотических сообщений Которые проскакивают То в социальных сетях То они доходят До изданий Онлайн изданий До Эхо Москвы Тоже долетают История О том Как Некие патриотические доктрины Насаждаются В школах В частности И Тут Возникает Естественно Вопрос Особенно После того Что вы сказали Про три группы А есть ли у нас Вообще Какая-то Общая идеология Или формируется ли У нас какая-то Общая идеология Которую насаждают В школах Или же Это В каждой школе Ну как В каждом штате Каждый выдумывает Свою идеологию Насаждают Свою идеологию И вообще Нам на самом деле Получается Не грозит Идейное насилие Нет У нас случилось Это уже Мы уже прошли Эту черту Вы сами Вспомнили Уваровскую форму И Смодержавие у нас есть И православие у нас есть И народ С народностью Все в порядке Все в порядке И я думаю Что она заработала Лучше Чем в какие-то Другие времена Я говорю Что Уваров Несмотря на то Что он был Нетрадиционной Ориентацией Придумал как раз Наиболее традиционные Для России вещи Ну пигвина у нас Тоже нетрадиционная Ориентация Вон какой успех Был В встрече с патриархом Мы Еще такой вопрос У нас прошел Давайте продолжим Говорить В Луганске Мы издали Детский журнал Под названием Вежливые человечки Активно распространяет В социальных сетях Вы наверное видели Фотографии Видел Рассказывает Рассказывают Гадкий турчин Рассказывают Про бедствие Хохлов Этот стата Героизация Путина Героизация Достаточно агрессивных Каких-то элементов Политики Российской Ну и Соответственно Демонизация Дяди Сэма И демонизация Как там госпожи Гнуланд По-моему Так это звучит Мы на это смотрим Ужасаемся Какой кошмар Как такое дают детям Но вопрос С другом А на самом деле Это эффективно Это действительно Может повлиять Как-то на детей На общество Или же Это такой шум Который уже наученный Советским опытом И не знаю В генах Это сохраняется Жители Постсоветского пространства Могут как-то Отфильтровывать Нет У нас есть целая история Это у нас Были кукриниксы Которые Развешивали Или их развешивали По всей Москве Там вообще ужас был Этого Черного Кобеля Не отмоешь Добеля Добела Говорили Про Про кого Про Американских дипломатов Которые в Москве Работали Ну и прочее Да нет Ну конечно Кто-то заражает Все зависит От того Что в голове у тебя Если в голове Жижа То конечно Ты это все Подхватишь И совершенно Неудивительно Что В Луганске Это действительно Столица Этого Чеменгура Платон Скорее Платон Действительно Гениально Предвидел это Там все это В книжке есть И вот он Теперь родился Ну каша в голове Это все-таки Мы про взрослых Наверное У детей В голове Не так много всего И как раз Эта пустота Которая там есть Она заполняется Вот она заполняется В том числе Эйтинг Трудно сказать Детская психология По-моему Гораздо более Загадочной Чем взрослая Что-то откладывается Детей А что-то категорически Не откладывается И они живут Какую-то свою жизнь Так спасать надо Бежать надо Из этих школ Далеко не убежишь Писатель Виктор Ирофеев Персонально ваш Мы сейчас прервемся Вернемся к вам После кратких новостей Реклама Персонально ваш 15 часов 35 минут Андрей Позняков Дарья Пещикова В студии Эхо Москвы И с нами Персонально Наш и ваш Писатель Виктор Ирофеев Здравствуйте Смотрите Сейчас уже Обсудили Так Хотя бы Коротко Эту историю С вежливыми Человечками С этим Журналом Патриотическим Детским В Луганске Который Собираются Издавать Вроде грустно Но вроде И смешно Абсурдно И такая же Новость Как мне кажется Тоже И грустная И смешная В какой-то мере Это судом В Карелии Который признал Две русские Пословицы Порочащими Честь МВД Слышали Наверное По поводу Закона И по поводу Что законы Святые Да законники Лихие Супостаты Вот я не знаю Можно ли было Сейчас в эфире Повторять Ну я кстати Не знаю Поскольку мне кажется Еще не было Жалобы Да надо сказать Запрещенные В РФ Пословище Да Запрещенные В России Пословище В контексте Репутации МВД Ну слушайте Поскольку Есть жалобы На это решение И жалобы Еще не рассмотрены Я считаю Что мы вправе Вправе В Дарья Уже готова Позиция для суда Да Если что Ну конечно Это бред Как тут можно Относиться Но Это такой Закономерный Бред Такой Упорядоченный Бред Потому что Когда Ум Срывается С цепи Да Которая Называется Просто Контроль Человека Над своими Действиями То конечно Он может Занести Куда угодно И я думаю Можно запретить Пословица У нас По части Запрещения Много Чего Связанного Как раз С русским Творчеством Слушайте Давайте Пофантазируем До чего Еще можем Дойти Что еще Можем запретить Или вообще Здесь Простого Для воображения Абсолютно Так вот Нафантазируешь А кто-то Прислушивается И запретят Нет Я думаю Что Об этом Не надо Говорить В будущем Давайте Помним Что Например В России В 19 веке Вот Все говорили Вот Пушкин Слушал Сказки Алина Религиевна А вообще Была страшная Тенденция Запрещать Все сказки Потому что Эти сказки Не соответствовали Каким-то Канонам То есть Самой народности И православия То есть Я уж не говорю Про эротические Сказки Которые вышли у нас Народные Эротические Сказки Вышли у нас Только Во время Перестройки То есть Цензура На века Но вот Даже Самые Такие Обычные Сказки Афанасьева Очень тяжело Проходили Цензуру Поэтому Народная Творчество Она же Рвется В какие-то Ну Отвязное Такое Народное Творчество Оно куда-то Рвется Вы сами знаете Частушки Такие есть И Поговорки И Какие-то В общем Языческие Другие Явления Они всегда Наводили Ужас На государство Потому что Конечно Мы Жили Всегда В условиях Двоеверия То есть С одной стороны У нас была Православная Такая Такое покрывало А внутри Душа До конца Не оправославилась Это как у нас С приметами С одной стороны Обсуждали Чувства верующих А потом Тут зачитывали Языческие Приметы Мне кажется Скоро нам запретят В эфире Вообще Эти приметы Озвучивать Уже запрещают Вот Видишь Все к тому идет Нам придется Запретить Большое количество Вещей Которые Мы упивались От восторга Государственной В частном порядке Из русской литературы Например Письмо Белинскому Гоголю Где он говорит О том Что Русский народ Не верит Православного Бога И довольно Убедительно Об этом Говорит И много Много Другое Но Я думаю Что этот пузырь Лопнет И Другого Не может быть Только непонятно Когда Или же Он продлится Уже в каком-то Другом качестве Еще более Зловещим Дойдет до того Чтобы вымаривать Поэму Пушкина Про монаха И юбку До того Как пузырь лопнет Ну там наверное Вообще Будут С Пушкиным Пушкин Ладно монах У него Гаврилиада Вообще Самое непристойное Порнографическое Произведение Это я же даже не Герог Это же Самое мягкое Андрей Гаврилиада Это вещь Которая Когда говорят Что Пушкин Наша в силу И когда Давайте Почитаем Гаврилиад Здесь на радио Я думаю Что Вообще Просто У некоторых Инфаркты Начнутся Некоторое время Назад Если я не ошибаюсь Действительно Была инициатива Когда По-моему Речь шла О маркировке Различных Произведений Визуальных Аудиохудожественных Как раз о том Чтобы Пушкина Тоже там В школе Цензурировать Чтобы дети Лишнего не читали По-моему Было это Ну Все пройдет И это пройдет И этот бред пройдет Мне кажется Главное Чтобы Главное Чтобы этот бред Не зацепился За какие-то Военные действия Потому что В общем Действительно Просто каждый день Приносит сообщение О том Что готовность Подготовленность Вообще Русского сознания Русской ментальности К военным действиям Растет Так же Как и растет Рейтинг Военных руководителей И Надо сказать Что До войны Просто осталось Ну Полшага Ну Там Сами знаете Если кто-то Кого-то собьет Над В Турции В Турции Или в Сирии И все Там Просто Пойдет Моментально Реакция Домино Все пойдет И мы В такой ситуации Никогда не жили Но Почему-то Считается Западные ценности Ментальности На самом На самом деле Это сделано Как раз Той Духовной Ментальностью Которая Дает Возможность Делать Точные Вещи Ездить На Хороших Автомобилях И так далее И так далее И вот Говорить В хороший Микрофон Такой Какой-то Шизофренический Подход Получается С одной стороны Все плохое Это всегда Мы в России Всегда считалось И это тоже Наше Шизофрение Всегда считалось Что Из Запада Надо брать Технические Новшества Оставляя их Гнеющую Идеологию Чтобы они Сами Но почему-то Эта идеология Действительно Оказывалась Единственной Которая могла Поставлять Реальные Новинки Самого Разного Свойства При этом Что тоже Любопытно У нас Если бы Мы включаемся В эту систему И у нас Огромное Есть количество Ученых Писателей Если мы Становимся Частью мира У нас Почему-то Все работает Как только Мы начинаем Изолироваться У нас Все начинает Куда-то Разрушаться Но все-таки Комплекс Герострата Который Может привести К войне Это Самое Выпиющее Что есть И каким-то Образом Все-таки Надо Намекнуть Элитам Что Тут Надо Держаться Осторожно Потому что Это все Может грохнуть А вы Когда говорите О войне Вы говорите О войне Между кем И кем Я думаю Что между Западом И Россией Это все равно Будет Мне кажется Такой Глобальной Войной Это не ограничится Каким-то регионам Западом Я говорю Западом И Россией И всех Всех Мне кажется Мы втянем В это Мы наверное Не втянем Некоторые Страны Африки Но В общем Наверное На этом Цивилизация Земная Может и Закончиться Отсюда И вот Это Геростратов Комплекс Конечно Закончится Если Огромные Атомные Взрывы Уничтожат Просто Возможен Человеку Жить дальше А уступки Какие-то Невероятные Сейчас С политической Точки Зрения Уступки Запада Если вдруг Они там Подменяют Санкции Немножко Смягчат Режим Общения С Москвой Это Может Предотвратить Катастрофу Да Запад Тоже Не совсем Точно Играет Вообще За последние 25 лет Запад Так Ослабил Аналитические Свои способности По отношению К России Что Первые годы Конфронтации Которые Наступили После Украинского Кризиса Там Было Столько Наделано Ошибок И Непонимания Политики Что здесь Творится Не забывайте Что Там В Европе Вообще Огромная Огромная Опухоль Антиамериканизма То есть Там Вообще Если человек Если парень Против Америки Он уже хороший парень Я уже По-моему Вам говорил Что Путин Просто главный Герой Африки Там все говорят Вот Просил Перчатку Америки Так что Там не так все просто И когда Оказывается Во Франции Там уже просто Это все куда-то Перевешивают В сторону юга И вообще Мало интересно Но здесь События Развиваются Таким образом Что То что Им не интересно То что В телевизионных Новостях На радио Очень мало Звучит Слово Россия Почти не звучит Например Во Франции Это не значит Что Россия Не может Взять И шарахнуть По всем Этим Благодушным Европейцам А возвращаемся К Такому Сложному Этическому Выводу Которой Ну обсуждалось Европейской Пресс Не так много Но все-таки Которую можно Условно Перефразировать И дать Людоеду Кушать Соплеменников И соседей Лишь бы не было Большой войны Либо же Показать ему Кулак Врезать Побольнее Но тогда Может быть Большая война Что тут лучше Правильно ли Тогда Прощать Россию То в чем Ее обвиняют Ну Когда был Ялтинский Договор То В общем-то Россию Советскому Союзу Сталинскому Позволили Кушать полу Европы И она ела Вообще Это Россия Это было правильно? С точки зрения Запада Они не нашли Ничего лучшего А сейчас Вам не кажется Что все-таки Это не попытка Всех остальных За собой втянуть Это как раз Вера в то Что никто не решится Довести до Какой-то крайности Что можно делать Все О Даша Это вера А не знание А если вера Это значит Может так Она не обоснованная Это вера? Я думаю Что она не обоснованная Что кто-то попытается Все-таки Оппонировать Очень агрессивно Понимая Что это скорее всего Приведет к войне Совершенно ясно Что игра идет В сторону Какой-то Серьезной Ялтинской Новой Ялтинской Договоренности Например Я В Париже В аэропорту Встретил Одного Писателя Московского Известного Не буду называть Мы сели в машину Поехали У меня машина Там была Едем Он мне говорит Что Украина Это Слегкохозяйственный Предаток России Что в общем Чушь Она рыпается Вот И я так представляю себе Что это же для внутреннего Потребления Вот если В Киеве Приехать Сказать Вы ребята Вы наш Сельскохозяйственный Предаток Уже не работает Значит Что же получается Значит Получается Двойная Уже сразу игра Да Ну это имперская логика Вот Правильно Раз имперская логика То нужен Какой-то договор В рамках Каких стран Мы можем Пользоваться Этой имперской логикой Да Мы же такое Наверное Не скажем Про Австрию Нынешнюю Что она там Предаток лыжный Там Лыжного спорта России Да Про некоторые курорты Можно Да Можно Конечно Ну а если серьезно Она ведь никогда Не имела отношения Примула К нашему Ну Здрасте Не имела До 55-го года Вена была оккупирована Санкт-Петербургами Ну это нет Это временные вопросы А Украина Все-таки Сколько времени Бок о бок И поэтому Встать считали Своей территорией Временно Временно Но Еще Молотов Страшно Сердился Что отдали Австрию Был недоволен Так что Может быть И не временно Вот А что касается Всех этих конфликтов То получается Что действительно Вот этот вирус Имперского сознания Он живет И он поощряет И на него накладывается Наша телевизионная пропаганда И так далее И так далее И так далее То есть получается Что создает В общем-то Такой Просто Ну Предложение Воевать Потому что Что ж Но я думаю Что в конечном счете Договорятся Хотя Просто Другой Дальше Если не договориться Будет война Реально Так что же Украину В каком-то виде Там Или Донбасс Создадут Россия ради мира Не сдадут Не сдадут А что Какая может быть Договоренность Ну вот как Значит Дойдут До 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 Критической точки И Ну как же Наши ракеты На окупе Не поставили Дошли до Критической точки И развернулись И поплыли назад Ну тогда Правда Говорят что Целый ряд Даже случайных Обстоятельств Позволил Протвратить войну Когда были Случайные обстоятельства Которые едва Ее не развязали Ну вот и И сейчас тоже В общем Уже Вот мы сейчас Находимся в студии В те минуты Когда может Война вспыхнуть В любой момент Ну смотрите Сейчас уже На первом месте Из горячих точек Все таки Не Новороссия Так называемая Не Донбасс Все переместилось Немножко в другом направлении Это все таки Теперь Ближний Восток Я бы не сказал Или что Вы думаете Что может все таки Рвануть не там Где мы думаем Там может рвануть И на Украине Снова Дело в том Что Мне кажется Что уже Сирия Уже как-то Затертая Такая Там Одно и то же И потом В Сирии там Ничего Не выиграешь Эта идея Того Что у нас Будет такая Иранско-российская Территория Под названием Сирия Которая будет Прочистоять Западным ценностям Она не вырисовывается Затертая 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 Там действительно Давно Тлеет конфликт Но мы туда Отправили Нашу авиацию Относительно Недавно Все таки Если в рамках Всего этого конфликта И Проблемы основные У нас начались Именно тогда Когда мы отправили Туда авиацию Ну да Потому что Ближний Восток Средний Восток Это уже Те территории Которые Запад знает Довольно хорошо И С ними Разбирается Многие Десятилетия Если не столетия А разве не мы Раньше Лучше всегда Знали эти территории Нет Мы не знали Это не наши территории Наши территории Вот Ну Трусья Наши ливийские Были Условно говоря Наши территории Это были как раз Те территории Которые когда-то Санимался Советский Союз То есть это наша Территория Я сейчас Наши Сирия Египет Сирия Египет Время от времени Становились Союзниками Советского Союза Для того Чтобы преодолеть Какие-то другие Но Сами знаете Как они тут же Превращались В предатели И всех выгоняли Советников Советских Нет Это все-таки Не наши Опять-таки Беру в кавычках Территории Но Мне кажется Что там просто Невозможно Побед То есть это Может быть Такой Отвлекающий Прием Это Эмоциональный Прием Потому что Если Сирия сдается На американские Ценности Тогда действительно Иран запирается Там Да много Там чего Запирается Поэтому Здесь понятно Это серьезная Военная Операция То есть Она должна Защищать Именно Российские Ценности Те самые Ценности Которые Вот мы В общем С вами Уже Определили В этой Уваровской Формуле А мы сейчас С вами Говорим о России Как о Мировой Державе Об одной Из потенциальных Империй Новейшего Времени Или все-таки Как о стране Которая ближе Ко странам Второго мира Кто-то Нас назвал Региональной Державой Мы очень Обидимся Это Обама И назвал Не один раз Нашибся Ну Смотря Как Смотреть Конечно Мы не региональная Держава Я тоже Так думаю Что он ошибся Не только Наши пропагандисты Я думаю Что Конечно Страна Которая В общем Разлеглась Прямо На полмира Она Не может быть Региональной То что Экономика Региональная Это точно Но С другой стороны Есть И действительные Вооружения И Неглупое Население В общем Прямо Скажем Уровень Все-таки Сознания Я бы не сказал Политического Но такого Ну Что Как тут Сказать Такого Интеллектуального Тоже бы не сказал Скажем Такого Уровня Такого Бытового Сознания Довольно Высокие У нас В стране Вот И поэтому Здесь Россия Звучит Мощно Кроме Того У нас же Вот От того Что Сбит Этот Прикус Уже Давным Давно И что Мы все равно Верим Что государство Важнее Нас А Президент Или царь Он от бога Поэтому Естественно Это подчинение Идет Гораздо Активнее Чем В соседних Государствах Где-то В принципе Не признаются В чем Есть Разница Между Российскими И западными Ценностями Я для государства Или Государство Для меня Мы фактически Закольцевали Наш эфир Вернулись Снова К патриотизму Вере Правда Вере В царя В данном Случае И мне кажется На этой ноте И будем Сегодня Завершать Мы сейчас Продиваемся На этой ноте Действительно Писатель Виктор Рафеев У нас в гостях Спасибо вам большое Андрей Приденков И Дарья Пещик Персонально Ваш